Сохранить завод, рабочие места и бренд. Эти три задачи глава государства выделяет всегда, если речь идет о привлечении частного, а к тому же иностранного капитала, модернизации и развитию заводов, создающих имидж страны. Таким является и Мотовело. Кто из нас в советское время не ездил на старом, добром, Минском Айсте? Эти модели и сегодня в линейке, говорят, пользуются неизменным спросом. Есть даже вот такие сельские модели, удобные, и рядом современные велосипеды. Вернуть белорусскому бренду мировую славу, доверенное австрийскому бизнесу. Государственный пакет акций в свое время был продан компанией АТЭК. Деньги поступили в бюджет. На этих кадрах завод 2005 года разница очевидная. Основными условиями продажи акций велозавода было сохранение специализации, инвестор должен был погасить заводские долги. Эти обязательства выполнены. Есть мнение, что Мотовело хороший пример работы частника, иностранного инвестора с предприятием, но есть и другая точка зрения. По договоренности все площади должны быть заняты под производство. В советские времена размах был большой. Завод выпускал чуть ли не миллион велосипедов в год. Понятно, что частнику такие объемы не нужны. 22% площадей сдаются в аренду. Это не объяснение. Если вы сказали, что как мы выпускали в советские времена, так и выпускаем тот объем продукции на меньших площадях. А остальное у нас занято другой. Номенклатурой производства продукции. Ради бога! Городская власть рапортует. Задача перед руководителем завода была поставлена по производству 500 тысяч велосипедов в год в 2017-м. Это рассчитано с учетом конъюнктуры рынка. В Беларуси продается только 120 тысяч велосипедов. Остальное должно идти на экспорт. Производство растет пока не такими быстрыми темпами, как могло бы. И есть вопросы с финансами. Дебюторская задорность превышает поводу того же. Крайне мало инвестиций вкладывается в развитие этого предприятия именно в производственную, в активную часть основных производственных. То, что здесь облагородили, конечно, это хорошо. Это предприятие, видите, в цехах. То, что сделано. То, что оборудование устаревшее еще. И замена происходит крайне медленно. Это, наверное, число самых существенных минусов можно отнести в сервере, в ценно-работанное руководство, новое менеджерное предприятие. Однако модельный ряд продукции уже насчитывает более 50 модификаций велосипедов и мотоциклов. Выпускаются скутеры, мопеды, квадроциклы. Плюс еще и оборудование по лицензии сельскохозяйственного назначения. Показатели хорошие, но денег не приносят. Это когда будем выполнять обещанное. Я помню встречу в Елизово, которая сегодня кувыркается. Я помню стекло. Тары, по-моему, завод в Гомеле, да? В Гомеле. Который сегодня никакой. И так-сяк мото-велоза. А я на вас рассчитывал и надеялся. Я выкараблюсь. На самом деле меня это выходит на необходимый режим работы. И, конечно, для меня ваше доверие, оно очень важно. Каким банком вы работаете? У меня великолепное отношение с Беларусьбанком. И не очень сложились с Агробанком. К сожалению, они спортились. Я надеюсь, я их исправлю. На что руководит у нас этим вот иностранным банком? Костюченко? Льор-банк. Льор-банк. Костюченко, да. Наши поставки задачи сюда и начинают работать вместе с ними. Мнение контролирующих органов. Главная цель возрождения былой славы Минского завода. Муравьев не согласился. Велосипеды Аист допущены к участию в Олимпиаде в Пекине и в Лондоне. Бренд Минск тоже набирает обороты. И сегодня Беларусь единственная на постсоветском пространстве, где сохранилось производство мотоциклов. Я горжусь этим предприятием. Я горжусь брендом Аист. Минск. Я вижу, какую силу они набирают. Они набирают такую силу, которую тоже набирает бизнес. И то, что произошло движение вниз, вниз по объему. Это инерция, которая была создана. Маркет стала настоящей, сильной. И в общем, что здесь с ней работать легко и интересно. Тем не менее, по-прежнему основной рынок сбыта – Мотовела, Россия и страны СНГ. Маркетинг и продвижение товаров за рубеж – слабое место многих белорусских предприятий. И глава государства напомнил, экономика Беларуси экспорта ориентирована. Продукты должны приносить стране валюту. На контроле и взятые правительством обязательства по разгрузке складов. Вы видите, что по итогам уже мая месяца, значит, загрузка складов с мая месяца начала уменьшаться. Общая ситуация, почти входим в норматив. На эту встречу приехали руководители четырех наших гигантов – МАЗа, МТЗ, Минского моторного завода и Атланта. Проблемы на мировом рынке, емкость которого в последнее время резко сократилась, сказались на всех. Выросла конкуренция, техника продается нелегко. И президент напомнил, правительство должно было давно стать большим министерством торговли. Так я вам пять лет назад поставил задачу. Правительство должно стать одним министерством торговли. Мы плохо работаем по экспорту. Я согласен. Потом я перевел все внешнеполитические дипломатические ведомства на торговлю. Была поставлена в вашем присутствии прямая задача. Вы должны торговать. У нас, наверное, в 50, если не больше, странах мира есть представители на уровне послов. Берите и торгуйте калийными удобрениями. Что, кстати, сегодня и начали делать. Посол — это человек, который берет Петрова, Сидорова, Иванова за руку и ведет в ту дверь представителя МТЗ, МАЗа, БелАЗа, в которую он, если и войдет, то в течение двух-трех лет посол должен быть орудием, которое пробивает бреш. Ожидание, что белорусский рубль девальвируется под нужды промышленности, ошибочное, подчеркнул президент. Национальная валюта будет зависеть только от рынка. Белорусский рубль будет или укрепляться, или ослабляться в зависимости от спроса и предложения. Это железная задача национальному банку. Ни в коем случае ничего искусственно не сдерживать и не тратить золотовалютные резервы. Это святое. Я не могу запасы, которые предназначены на тяжелые, тяжелейшие времена и предназначены на три месяца импорта, у нас даже чуть меньше, на нефть, на газ, на лекарства. Мы половину еще лекарств закупаем. Я не могу вам отдать их. Вы производите трактора, автомобили, БелАЗы, МАЗы. Везите, продавайте и живите на свою валюту. Но никакой искусственной девальвации, чтобы вам жизнь облегчить и экспорт улучшить, не будет. Будет спрос, будет падение. Не будет спроса, рубль будет крепким. Это ты меня толкаешь к тому, чтобы я пошел. Те 30 или 45 тонн золота, которые мы гордились, создали запас. Я тонн 10 куда-то толкнул, получил валюту и им отдал, так? Нет, они должны... Так сегодня золото внизу, цена очень низкая. Я не могу его продать, это глупо будет. Это то самое, что вот говорят, а почему он не продает белорусскую калийную компанию? Слушайте, это же идиотом надо быть, чтобы после, даже до этого развала, чтобы когда внизу цена предприятия, я взял и его продал. Вот у Муравьева спросил, он бы продавал? Нет. Что касается складских запасов, президент напомнил о сроках, заявленных правительством. Результаты страна должна ощутить уже 1 января. Если 1 января вы не выйдете на то, что сказал Семашка и вы подтвердили, ни Семашка, ни вас, ни директоров в этих должностях не будет. Железобетонно. И еще оценку дадим премьер-министру, может он вместе с вами в обнимку уйдет. Передайте, пожалуйста, во все средства массовой информации. У меня выхода другого нет. Если директор моторного завода, который сегодня работает больше, чем я руководителем, я страны ООН этого завода, начинает мне чего-то объяснять, извини, что я тебе говорю, может у тебя там чуть лучше ситуация, чем у других. Ну, я к примеру говорю. Я могу назвать тут и других. Если он сегодня начинает мне рассказывать и прожектерские планы строить на будущее, или Атлант, у которого сегодня вдруг в Венесуэле зима появилась, и он накапливает что-то на складах и в убыток работает, кувыркается фактически. Так я же не посмотрю на то, что Атлант – это какой-то там ЗАО или ООО. Для меня это народное предприятие, создано кровью и потом белорусского народа. Это кадровая политика, но должен вам сказать, мужики, следующее. И Кобяков уже свое получил за то, что освобожденных от должностей пересадил несколько человек. Там всего их сотню освободили, но несколько человек попали на теплые места. И когда мне доложили, ай, ладно, я говорю, не ладно, вместе с ними пойдем. Он их пошел и повыгонял всех. Если директор моторного завода сегодня слесарь, значит он пойдет работать слесарем или бригадиром слесарем. Если Владимир Ильич конструктор, он пойдет работать и захочет конструктором. Понимаете? Теплых мест, а не дай бог коммерческих структур для вас не будет. Потому что эта коммерческая структура будет уничтожена мгновенно, если они возьмут на работу без моего ведома, с моего кадрового реестра людей. У меня нет другого выхода. Глава государства высказал также свое мнение о том, где можно искать дополнительные резервы для пополнения валютных запасов. Почему ввозим и создаем условия для завоза сюда импорта и льготные условия? У нас свои холодильники. Зачем нам льготные условия создавать для ввоза холодильников из-за границы? Больше скажу. Наши люди сегодня нас все критикуют. Бедная нищая страна до трех миллиардов в год. Вывозят за границу в Евросоюз и привозят барахло, которое мы тоже выпускаем. Так вот, я им давно поручил. Вплоть до того, что выезжаешь за пределы, за этим барахлом, не барахлом, не важно. Заплати выездную пошлину. То есть заплати деньги за выезды. Это будет так. Мы тебя на границе обслуживаем. Сто долларов с носа. Плати и едь за границу. Что касается Мотовела, то как идут дела на производстве? Глава государства увидел в сборочном цеху. Все выстроено по европейскому принципу. Компактно. Здесь производство. Рядом офисы. Здесь же создаются модели. Готовые велосипеды и мотоциклы испытываются на прочность. Президент внимательно рассмотрел модели на выставке готовой продукции. Некоторые поднял, попробовал навес. Сделал замечание. Тяжелое. Как известно, глава государства любитель велосипедных прогулок. Президенту показали новую модель для города. Система разная. Карточки, ключи и так далее. В Париже такая система. В Вене не катался. В Нью-Йорке открыли 600 станций, 6000 велосипедов. Это проекты, которые реализуются как разгрузку, городскую транспортную инфраструктуру. Как современный прокат. За счет дизайна для города он непривлекательный для воровства. Хотя в первый день открытия велосипедов 6000 велосипедов были в Нью-Йорке разобраны. А вернулось 5999. То, что двигаться есть куда понятно. Как с велосипедами, так и с мотоциклами. Хотя то, что именно на минских мотоциклах в эти дни совершается многодневный мотопробег к десятилетию образования ОДКБ. Это уже признание успеха и лидерства на рынке. По крайней мере СНГ. Мотопробег проходит через города Беларусь, Россия, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана. И качество мотоцикла себя подтверждает, говорят участники пробега. С участниками пробега глава государства сфотографировался. На память. Олеся Высоцкая, Николай Лошкевич, агентство теленовостей. 11 стран Большой Двадцатки высказали.